Уроженец Мордовии засветился в Москве, правда, в криминальной сводке. Он вместе со своими друзьями подозревается в нападении на двоих жителей Москвы. В территориальный отдел полиции поступило заявление о грабеже от 43-летнего мужчины. Он рассказал, что с другом возвращался из ночного клуба на попутной машине. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения. Вот таксист высаживает клиентов на улице Пивченко. Выйдя из машины и пройдя буквально два метра, на них неожиданно нападают неизвестные и валят на землю. Трое злоумышленников стали избивать своих жертв руками и ногами. Как только потерпевшие перестали оказывать хоть какое-то сопротивление, налетчики вытащили из кармана все самое ценное. Дорогой смартфон и электронную сигарету. А затем все скрылись. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции установили местонахождение и задержали подозреваемых на территории Московской области. Нападавшими оказались четверо молодых людей в возрасте от 21 до 22. Это жители Мордовии, Орла, Волгограда и уроженец Таджикистана, который работал таксистом. Именно он был наводчиком, и каждое нападение злоумышленники тщательно готовили. Сказал своим ребятам, куда я везу их. А как вы, то есть они сели в машину, как вы сказали, вы позвонили или что? Написал. В общем чате, да. А у вас есть общий чат? Да. То есть вы написали, куда везете? Ага. И они должны были на этот адрес, ваши друзья? Уже ждать. По данному факту, следствием отдела МВД России по району Фили Давыдкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабеж. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Похищенный телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен владельцу. Уроженец Мордовии, он на ваших экранах, единственный, кто не признал своей вины и отказался разговаривать с полицейскими. Сейчас всех четверых проверяют на причастность к похожим нападениям на территории Москвы и области. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».